Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите программу событий. Мы работаем для вас в прямом эфире главной темы дня. Большая пресс-конференция президента. Корреспондент Самарагиса работает на месте событий. Новый участок производства на Самарском мехзаводе. Предприятие готовится отметить юбилей. В Самаре сгорел дом, где гостил Владимир Ленин. Опасные переходы дорожные инспекторы провели акцию «Самара без ДТП». В гостях у телесказки и новогодний утренник для детей сотрудников на Самарагис. В Москве сегодня прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, уже 12-я по счету. Почти полторы тысячи журналистов съехались из разных регионов страны. Ежедневная пресс-конференция главы государства, это и подведение итогов года, и открытый диалог с представителями СМИ. В Москве сейчас работает съемочная группа нашего телеканала. Марина Коровцова записала основные тезисы. И снова рекорд. С каждым годом количество журналистов, аккредитованных на большую пресс-конференцию президента России, возрастает. На этот раз в Центре международной торговли собрались почти полторы тысячи представителей российских и зарубежных СМИ. Пресс-конференция Владимира Путина – это уникальная возможность для каждого журналиста напрямую задать свой вопрос президенту. И каждый старается привлечь внимание как может. Но на этот раз коллеги оказались более сдержаны. Нет мягких игрушек или какой-то необычной атрибутики. В основном вызвать интерес стараются плакатами и яркой одеждой. Серьезный настрой сохранился на протяжении всей пресс-конференции. Кому из акул пера предоставить слово, глава государства по большей части выбирал сам. Первый вопрос о ситуации в российской экономике. Все познается в сравнении, ответил президент. По сравнению с прошлым годом серьезный рост отмечается в машиностроении, сельском хозяйстве, химии и легкой перерабатывающей промышленности. За последние месяцы выросла реальная зарплата жителей. А инфляция в этом году будет рекордно низкой. В этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе. Напомню, что самый лучший показатель был у нас в 2011 году. Это было 6,1. В этом году у нас будет уверенно меньше 6. Скорее всего, мы так думали, что где-то будет 5,7-5,8. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5. То есть это рекордно низкий уровень инфляции. Внимание Владимира Путина привлек в локат с надписью «Экология». Следующий год в России объявлен годом экологии. И в ближайшие дни запланирован госсовет, на котором обсудят тему «Экология для будущего поколения». Журналистов волновало, как будут воплощать в жизнь планы по сохранению окружающей среды. Глава государства большое внимание уделил лесам. В рамках нашей внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих всей нашей работы. Мы должны будущим поколениям оставить процветающую в этом смысле экологии страну. Меня очень беспокоят и загрязнения, очень беспокоят огромные вот эти свалки. Мы совсем недавно на форуме общероссийского народного фронта достаточно подробно об этом говорили. Я сейчас не буду занимать время у всех собравшихся и других вопросов много. Но вы знаете, что здесь есть определенные планы у правительства. Будем все это осуществлять. Прозвучал вопрос о налогах и различных сборах на капремонт, платные медицинские услуги, дополнительное образование. Если с налоговой системой все ясно, налоги на доходы и имущество в России одни из самых низких в мире, а вот насчет остальных сборов еще предстоит разбираться. Правительству поручено и в следующем году, по-моему, к июню должен быть создан так называемый реестр неналоговых платежей. С тем, чтобы нам точно и ясно понимать, что происходит в стране, в регионах, в муниципалитетах с точки зрения этой нагрузки. А потом соответствующим образом регулировать. От журналистов звучали самые разные вопросы. Это и цены на нефть, и поддержка отечественного производителя и импортозамещения. Но все же красной нитью пресс-конференции проходила тема ситуации на международной арене и внешней политике. Очень много вопросов озвучили иностранные журналисты. Всего же президент ответил примерно на полсотни вопросов. А сама пресс-конференция длилась 4 часа. В завершение Владимир Путин поздравил всех с наступающим Новым годом. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Москва. Современное оборудование и самые высокие стандарты качества. Масштабная модернизация на Самарском заводе «Салют». Знаменитому мехзаводу 75 лет. В канун юбилея с новым производством ознакомился губернатор Николай Меркушкин. Предприятие было создано в 41 году. И сегодня «Салют» играет значимую роль в укреплении обороноспособности страны. Олег Зверев тоже побывал в обновленных цехах. С самого начала Великой Отечественной войны и до наших дней Самарский мехзавод – ведущий оборонный предприятий страны. В 40-е годы здесь собрали 20 тысяч бронекорпусов штурмовика Ил-2. А сегодня «ПАО «Салют»» входит в госкорпорацию «Тактические ракетные вооружения». И символично, что к 75-летию на мехзаводе открыт новый производственный участок. Завод сегодня выполняет очень важную государственную задачу в рамках гособоронзаказа, чем делает изделия, которые исключительно важны. Завод модернизируется, развивается. Перед коллективом ставит такую задачу страна. Министерство обороны прежде всего в течение ближайших 3-4 лет еще удвоить объемы производства. Большая часть продукции выпускается под грифом «Секретно». Это комплектующие для главных предприятий корпорации, а также изделия спецзащиты для самолетов и вертолетов. Теперь это уже не тот мехзавод, что был в советские годы. Сегодня здесь повсюду станки с числовым программным управлением. Производство отвечает самым высоким стандартам качества. Здесь непосредственно уже автоматика идет. То есть необходимо оператору вбить программу, нажать на кнопку, а дальше компьютер и техника сама производит деталь. Запуск нового производственного комплекса потребовал 800 миллионов рублей капиталовложений. Обновление проходит по федеральной программе развития оборонно-промышленного комплекса России. Было установлено 50 единиц технологического оборудования. Будет создано 250 квалифицированных рабочих мест. Качественно. Всех выше, всех дальше и всех глубже. Все эти направления сегодня в наших руках. И мы не должны подвести ни страну, ни область, ни нас самих. Самарскому мехзаводу «Паусалют» в 75 лет. Официальная дата 25 декабря. И в год юбилея предприятие стало одним из первых обладателей почетных регалий «Город трудовой боевой славы». Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Глава города Олег Фурсов и депутаты Гордумы подводят итоги уходящего года. Полтора миллиона квадратных метров отремонтированных дорог, две новые школы, три физкультурно-оздоровительных центра, преображенный бульвар на улице Старозагора. Реальные дела, которые были сделаны благодаря совместной работе администрации правительства Самарской области. Городская власть пересмотрела отношения с малым бизнесом. Удалось наладить более тесный контакт и обратную связь с предпринимателями. В следующем году, говорит мэр, будут усиливать внедрение патентной системы налогообложения. Она более выгодна и самим бизнесменам, и бюджету города. Впервые за несколько лет Самара получила сертификат о подготовке города к зиме. Этот документ подтверждает, коммунальные системы работают качественно и бесперебойно. Отопительный сезон стартовал 26 сентября. Взяты очень хорошие темпы. Вы видите, что мы вошли в тепловой сезон вообще без срывов. Но возникают какие-то аварийные ситуации, от которых никто не застрахован. Мы их ликвидируем в установленной регламентом сроки. Как правило, пускаем в обратку тепло, и дома не остаются без отопления. То есть температура снижается на период ремонтных работ аварийных. Но, тем не менее, никто у нас не замерзает. На пешеходных переходах Самарской области погибло 20 человек. Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев уходящего года. Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чтобы таких трагедий было меньше, на одном из заживленных перекрестков города Мичурино-Масленниково прошла акция «Самара без ДТП». Уважаемые пешеходы, на данном участке движение по диагонали строго запрещено. Разрешено движение только по пешеходным переходам на зеленый сигнал светофора. Амир Надершин правила дорожного движения знает, но иногда нарушает, когда опаздывает на экзамен. В остальных случаях переходит дорогу только на пешеходном переходе, но часто видит нарушителей и пытается их остановить. «Школа стоит, и у нас там есть, ну у нас можно через дорогу перейти на светофор, а там буквально оставалось секунд пять, наверное, там никого не было, и мальчик решил побежать. Резко поворачивала машина. Она резко остановилась прямо перед ногами у него, задела немножко, но не сбила». «Воителям ему, стой, ты куда бежишь жить?» Перекресток улицы Мичурино и проспекта Масленниково – один из самых оживленных и сложных в Самаре. Пешеходы здесь часто игнорируют все правила безопасности. Переходят дорогу по диагонали или на красный сигнал светофора. Навести порядок на перекрестке полиции помогают волонтеры. Они переходят улицу с плакатами «Водитель, тормози, красный, переходи на зеленый, водитель, заметь меня» и раздавали световозвращающие ленточки. «Эта акция нужна для того, чтобы люди знали, где нужно переходить дорогу, и чтобы было на дорогах меньше аварий, чтобы людей погибало». В этом году в регионе под колесами автомобиля оказалось 1200 человек. На пешеходных переходах погибло 20. Это статистика областного управления ГИБДД. Чтобы исправить ситуацию, дорожная полиция вышла на Самарские улицы в надежде привить горожанам привычку пользоваться вечером и ночью фонариками или световозвращающими элементами. Такая практика уже существует, что позволило снизить число аварий на пешеходных переходах на 2%. «Пешеходный переход, который находится на Дома МО, на Красноглинском шоссе, у нас там регистрировалось достаточно большое количество ДТП, именно связанное с наездным пешеходом. Многие граждане сейчас, которые там проживают, и я это часто вижу, практически ежедневно, уже перемещаются с включенными, вот я еще раз повторюсь, фонариками, сами себя уже оберегают». Мода на световозвращающие элементы пришла и к байкерам и велосипедистам. Они надевают специальные жилеты. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. «Пожар в доме-призраке» в Самаре напротив драмтеатра горело нежилое здание в двухэтажке по улице Фрунзе 173. В свое время гостил революционер Владимир Ильич Ленин. Сегодня днем этот памятник культуры превратился в пепелище. Бороться с огнем отправились более полусотни пожарных на десяти машинах. Пламенем была объята половина дома. Но сотрудникам МЧС все же удалось справиться с огнем. В пожаре никто не пострадал. Дом официально считается отселенным. Прохожие не исключают, что здания могли случайно поджечь бомжи. Зарплаты россиян в следующем году подрастут. Насколько именно знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть дешевеет. За один баррель марки Brent дает 54 доллара 60 центов. Валюта тоже дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 60 рублей 85 копеек. Евро 63 рубля 54 копейки. Золото стоит 2212 рублей, серебро 31 рубль 37 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 62 рубля 86 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 74 копейки. В 2017 году зарплаты россиян могут вырасти на 8 процентов. Число рабочих мест на рынке труда тоже может увеличиться, прогнозируют эксперты крупнейшего портала по поиску вакансий. И это как раз кстати, ведь цены тоже будут расти. На жилье уж точно. Минстрой дал прогноз и сообщает, дешеветь квадратные метры в стране не будут. Ну а пока каждый зарабатывает как может. В Самарской области специалист по выдаче микрозаймов похитила 227 тысяч рублей. Злоумышленница подделала документы 13 раз. Теперь ей грозит 6 лет лишения свободы. На этом все. Удачи в делах. На работу как на праздник. На телеканале Самара и ГИС встала работа по очень волшебной причине. В студии новостей вместо камеры нарядная елка, вместо ведущих Дед Мороз и Снегурочка и самые дорогие гости. Дети сотрудников телекомпании. Хоровод со всеми вместе водила Марина Матвейшина. Новогодний переполох на Самар и ГИС. Магия телевидения и волшебная сказка объединились. В студии новостей сотрудники телекомпаний и их уменьшенные и усовершенствованные копии. Мне бабушка сшила платье, а с мамой мы выручили песню про маму. Когда приходишь на работу с таким пониманием, что здесь будет праздник, и праздник не только для тебя, но и для твоего самого родного и близкого существа, это очень здорово. В гости к малышам пришли настоящие Дед Мороз и Снегурочка. И сразу закружили в хороводе и детей, и взрослых. Елочки, 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 пенечки, 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 елочки, пенечки. Мне понравилось, когда, ну вот это, елочки, пенечки, очень интересная игра. И особенно, когда путают и в самом быстром виде, очень интересно. Нам очень понравилось, я думаю, дети довольны и нам приятно. Нужны. И сменить обстановку, спасибо большое. Классно, весело было, да? К елке у родителей на работе дети готовились заранее. Мастерили поделки, учили стихи и даже репетировали музыкальные номера. Кроме праздника, дети некоторые впервые побывали у родителей на работе и увидели, как же на самом деле люди попадают в телевизор. Дети и родители вместе работу посмотрели, где работают. Вот, например, вот папа снимает вот сейчас нас. Привет, папа. Передавай привет папе. Привет. Сегодня зародилась наша новая традиция. Такие елки на Гисе будут каждый год, потому что наши дети, они должны знать, чем занимаются их родители, должны уважать их профессию. И должны просто гордиться тем, что такие замечательные их мама и папа работают на нашем телеканале. Пусть придут в году грядущем, вам удачи и успех. Пусть он будет самым лучшим, самым радостным для всех. Марина Матвеична, Сергей Баскин, События. В Самаре назвали лучшего воспитателя года. Им стала Елена Штанкова из Самарского детского сада 281. Она выиграла городской этап всероссийского конкурса «Воспитатели года» и теперь будет представлять Самару на региональном этапе. Вторая специальная номинация, которая меняется год от года, это спортивный калейдоскоп. Здесь из 10 претендентов выбирали лучших инструкторов по физкультуре. Профессиональный конкурс для воспитателей детских садов проводится в Самаре уже девятый год. И очный этап, он состоит из разных этапов. Было и мастер-классы, была презентация и был круглый стол, когда каждый воспитатель показывал свою эрудицию, способность анализировать, аргументировать и способность вести профессиональный диалог. Очень было видно, что уровень профессиональных педагогов вырос. Дом в глухом селе вместо городской квартиры – деревенское хозяйство взамен работы в полиции. В Самарском доме журналист открылась фотовыставка «Жизнь для себя». Ее автор Сергей Курочкин рассказал историю своего товарища, который резко бросил все и переехал жить за 300 километров от города. Как проходит жизнь для себя, расскажет Алина Чемерис. Вот дом, который он строит, срубовой. Купил сруб, привезли его. И здесь вот второй этаж, где он обшивает, теплоизолирует, обшивает досками. И вот этот дом, он так выглядит, общий вид. Жизнь героя этой выставки кардинально изменилась пять лет назад. Виталий – выпускник технического университета. Сначала работал на производстве, затем в пожарной охране и уголовном розыске. В один прекрасный момент решил все бросить и переехать жить в деревню за 300 километров от Самары. Почему – до сих пор для всех загадка. Автор этих снимков – фото-журналист Сергей Курочкин, знаком с Виталием уже 15 лет. В гостях у него в глухом селе бывал не раз. Под впечатлением от решимости и упорства этого удивительного человека и родилась фотовыставка «Жизнь для себя». Лес смешанный, сосновый, ну, изумительная природа. Пруд, речка. И на фоне всего этого вот неустроенность теперешняя пока еще в жизни, которая очень напрягает. Я бы так сказал. Я бы не пошел на такое. Это подвиг, можно сказать. На выставке свыше 20 снимков. Один день из жизни отшельника. Купание в роднике с ледяной водой. Утренняя дойка. Работа по хозяйству, с которой Виталий справляется в одиночку. Родственники приезжают к нему на выходные. Здесь нет интернета и телевидения. Сотовая связь только на холме. Но эту жизнь вдали от суеты и благ цивилизации, говорит фотограф Сергей Курочкин. Виталий и считает жизнью для себя. История рассказана понятно. Понятно, среда его обитания, условия его жизни. И ты погружаешься в его жизнь. Это очень здорово. Действительно впечатляет. И хотелось бы посмотреть, что будет дальше. Рассказывать о своем друге с помощью фотокамеры Сергей Курочкин продолжит и далее. Выставка «Жизнь для себя» продлится до середины января. Алина Чемерес, Константин Головин. События. Из чего можно сделать новогоднюю елку и главный символ будущего года – петуха? Знают участники областного творческого конкурса новогодних и рождественских композиций. На суд жюри они представили почти тысячу экспонатов. Одной из первых плоды творчества юных мастеров увидела Лариса Шалафаст. Пряничные домики, картины, елки и фигурки петухов самых разных цветов и форм. Чтобы выставить все экспонаты в экологическом детском центре заняли несколько кабинетов. Полет детской фантазии никто не ограничивал. Свои подделки ребята мастерили из самых разных подручных материалов. Это крупы, ветки, шишки. Например, вот этот петух выполнен из тыквенных семечек. В экспозиции выставки порядка тысячи работ учеников школ и детских садов области. Прежде чем попасть сюда, все подделки прошли жесткий конкурсный отбор. Оценивать работу жюри будет по нескольким номинациям. Это флористическая композиция, символ года и новогодняя елка. Выбрать лучших жюри будет непросто. Это просто невозможно, потому что работы настолько, можно сказать, даже шедевры маленькие. Это искусство, разумеется, это восхищение. И это задело на дальнейшую работу, потому что детки смотрят, детки видят, как это сделали другие. И учатся тоже. Этот конкурс не только возможность показать свои творческие способности, но и повод задуматься об экологии. В экспозиции сотни искусственных елок. Одна из таких вполне может заменить живое новогоднее дерево. У нас идет здесь такой под девизом номинация «Елка» идет под девизом «Оставим елочку в лесу». И вы здесь можете увидеть, какие прекрасные елки, вот чтобы не рубить живые растения, вот здесь елки сделаны с очень большой фантазией, буквально из любого подручного материала. Авторы лучших работ получат дипломы. Фотоподелок победители разместят на сайте экологического центра. Выставка работает до 1 февраля. Познакомиться с экспонатами поближе может любой желающий. Лариса Шлафас, Дмитрий Мишканцов, События. Трус в хоккей не играет. Самарцы поддержали всероссийскую акцию Общероссийского народного фронта «Снежный фронт». В Самаре насчитывается почти 120 тысяч квадратных метров ледовых площадок. В снегопаду следить за всеми задачи не из легких. Но десятки неравнодушных горожан выразили готовность всю зиму присматривать за дворовыми и школьными катками. С подробностями Сергей Ромашов. Любишь кататься – люби и лед чистить. Школьник Дима Насыров второй год играет в хоккей. Ради любимого спорта он готов отложить клюшку в сторону и взять руки в лопату. Вместе с товарищами Дима не первый год расчищает каток во дворе школы номер 132. Я согласился убирать каток, потому что я на нем катаюсь. Я, значит, должен помогать его заливать, убирать. Я же как-то на нем делаю. Это получится неправильно, если я буду на нем кататься и ничего не делать. Этой зимой на помощь юным хоккеистам пришли активисты Общероссийского народного фронта. Они предоставляют инвентарь для уборки снега, ищут бесхозные площадки и устраивают там катки. Акция «Снежный фронт» – это не прихоть, а необходимость. Без помощи граждан коммунальным службам со снегопадами справляться тяжело. Это тысячи, тысячи, десятки тысяч квадратных метров. Понятное дело, что расчистить порой представляется сложным для органов власти. Данная акция уже себя зарекомендовала, хотя существует буквально несколько недель. Она будет продолжена и в дальнейшем, но уже сейчас можно сказать, что первые результаты есть. В Самаре уже залито около сотни ледовых площадок. Половина из них на территории школ. Ученики готовы на добровольных началах чистить эти катки всю зиму. Акция «Снежный фронт» собирает все больше неравнодушных граждан. Несем и мы свой клад в общее дело. Сергей Ромашов, Григорий Палишаков. События. Новости спорта с Валерией Макаровой продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Баскетбольный клуб «Самара» выбыл из борьбы за Кубок России. В четвертьфинале волжане уступили на своей площадке темпу из Ревды Свердловской области. «Самара» открыла счет уже в первой атаке, но потом команду было не узнать. Один из лидеров чемпионата страны показывал невнятный баскетбол, проигрывал борьбу под кольцом, не забивал штрафные. Зажатость игроков была очень сильная, я не знаю, наоборот, нужно у себя дома играть более в данный момент уверенно и открыто. Первая четверть прошла в равной борьбе. 20-21 победил темп. Середина матча прошла по баскетбольным меркам почти без набранных очков. К четвертой четверти счет был тоже не в пользу «Самары» – 38-43. Грозное оружие «Волжан» в регулярном чемпионате трехочковые попадания в кубковом матче не работали. Мяч предательский не залетал в корзину. Гости уверенно держали дистанцию в 6-8 очков. Был какой-то стартовый мандраж, то, что не забили много открытых бросков. Но хорошо, что получилось играть в защите. В конце расслабились, дали сопернику забить несколько трехочковых, они вернулись в игру, но хорошо, все то, что хорошо получается. Самарцы могли испортить настроение своему противнику за 4 минуты до финальной сирены. Игру на себя взяли Алексей Зазулин, Евгений Фидий и Максим Числов. Общими усилиями они вывели команду вперед – 60-59. Но штрафные темпы на последних секундах матча принесли гостям победу – 62-60. Мы сами виноваты, мы там пропустили 2-3 подряд, из-за своей глупой, они естественные, это хорошая команда, одни из лидеров Суперлиги. Извините, это очень для нас важная победа, потому что, может быть, мы оттолкнемся от этой победы и пойдем, наконец-то, туда, где мы должны. Баскетбольный клуб Самара вылетел из Кубка страны, а темп сразится за главный трофей в финале 4-х в феврале 2017 года. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Всем удачи, увидимся.